Здравствуйте! Вы смотрите программу Мастер Спорта. С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волжане решили вопрос о победителе еще в первом тайме усилиями Антона Зиньковского и Ивана Сергеева. За поединком наблюдал наш корреспондент. Крылья советов переиграли прямого конкурента в борьбе за выход в элиту российского футбола. Перед началом поединка волжане и гости из Владикавказа имели в своем активе по 23 очка и располагались на пятой и шестой строчках турнирной таблицы. Цена победы была высока. Стоит отметить, что самарцы завладели инициативой с первых минут и не позволили сопернику создать ни одного острого момента у своих ворот. Все атаки Алании разваливались на подходах к штрафной крыльев. На 24-й минуте Владислав Сарвеля отдал передачу Антону Зиньковскому. Полузащитник красивым дальним ударом открыл счет. Ростислав Солдатенко был бессилен. Под занавес первого тайма на 40-й минуте форвард Иван Сергеев совершил рывок от центра поля. Обогнал защитников Алании и уверенно реализовал выход один на один, установив тем самым окончательный счет на табло 2-0. Мы попробовали во втором тайме сыграть в том числе и на классе. Но большую часть игры мы хотели быстрее двигать мяч и играть в первую очередь за счет скоростных взаимодействий и за счет скорости отдельных игроков. Главный тренер гостей заявил, что его команда впервые в сезоне проиграла по делу. Спартак Гогниев поздравил футболистов и наставников крыльев Советов с заслуженной победой. Мы работаем, мы тренируемся, мы готовимся к каждой команде и каждый наш футболист растет. И даже эта игра для нас это рост определенный, потому что каждый футболист делает выводы, на каком уровне надо играть, на каких скоростях надо играть. После этой победы крыльев Советов набрали 26 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. От лидера первенства Оренбурга Волжан отделяет всего 3 балла. Борьба за путевки в РФПЛ продолжается. В следующем поединке подопечные Игоря Осенькина встретятся с Ивановским текстильщиком. Игра пройдет 9 октября на стадионе Шинник в Ярославле. Стартовый свисток прозвучит в 15.00. Баскетболисты Самары уверенно победили на домашнем предсезонном турнире. Соревнования проводили в честь легендарного человека, заслуженного тренера СССР Генриха Приматова. Самарцы уверенно обыграли соперников во всех трех матчах. Подробности турнира в следующем сюжете. Предсезонные турниры – отличная возможность, чтобы обкатать состав, встроить новичков в систему и дать молодым игрокам шанс проявить себя. Таким соревнованием традиционно стал Кубок памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова. За победу боролись четыре команды. Хозяева турнира – Самара, Темп Сумзу ГМК из Ревды, Купол Родники из Ижевска и Уфимец, который перед стартом турнира заменил Уралмаш. Самарцы начинали турнир встречей против ижевчан. Хорошее начало обеспечил новичок-волжан Артем Сбутянковс. Дальше уже подключились и его партнеры. Самара уверенно контролировала ход игры и довела дело до победы – 69-61. Вторую игру против Темп Сумзу ГМК самарцы начали со скрипом. Гости во второй четверти оторвались в счете на 13 очков. После перерыва хозяева проснулись и выдали рывок 11-0. В середине четвертого периода счет был равный 63-63. Тогда инициативу на себя взял один из лидеров Самары – Владимир Печкуров. Благодаря его усилиям волжане победили – 81-72. Мы выиграли, значит, все хорошо, все правильно. То, что мы не проиграли на этом турнире – это тоже хорошо, что мы реабилитировались после проигрыша в Ревде, перестроились, не очень хорошая была первая половина. Тоже нормально. Единственный минус – то, что у нас до сих пор есть травмированные игроки, и это не очень рано. В третьей игре против аутсайдеров турнира уфимца преимущество Самары не вызывало вопросов на протяжении всей встречи. В составе Самары солировали молодые игроки, получившие свой шанс. Дмитрий Халдеев, дебютировавший на турнире, устроил настоящее данк-шоу, к восторгу болельщиков забивая сверху на любой вкус. Старался не отставать и Данила Чекарев. Даже без помощи привычных лидеров Самара быстро получила плюс 20. Довести игру до крупной победы для самарцев проблем уже не составило. 94-62. Тренер дал мне возможность, и я постарался проявить ее на максимум. Старались ничего не изобретать. У меня есть хорошее качество прыжок, старались это использовать. В итоге Самара вновь стала победителем Кубка Приматова. Индивидуальными призами по итогам турнира были отмечены лучшие игроки в составах участников. Александр Жигулин из Уфимца, ижевчанин Александр Варнаков, Александр Захаров из Темп Сумзу ГМК и самарец Даниил Аксенов. Самым полезным игроком Кубка был признан форвард-хозяев Владимир Печкуров. Этот турнир стал для Самары последней проверкой готовности перед стартом официального сезона. Не так много городов России получают право на проведение рыгбейных турниров. Сами спортсмены отмечают, что в Самаре организация всегда на высшем уровне. Вот и в этот раз все участники соревнований остались довольны. В выходные на стадионе «Локомотив» прошел чемпионат высшей лиги по регби-7. Как выступили хозяева турнира узнаем в следующем материале. Именно эта попытка, так в регби называются результативные действия, и последующая успешная двухочковая реализация принесли регбистам Самары пятое место на домашнем этапе чемпионата высшей лиги по регби-7. В последней игре волжане одолели крепкий столичный клуб «Динамо» 12-10. Москвичи были близки к тому, чтобы на последних секундах вырвать победу, но самарцы удержали свое преимущество. Дополнительного волнения нет. Любая игра волнительно проходит, но из-за того, что дома, наоборот, домашние стены помогают. Этап в Самаре стал вторым из четырех в розыгрыше чемпионата высшей лиги по регби-7. По итогам каждого раунда командам начисляются очки в зависимости от их места в таблице. За победу на стадионе «Локомотив» в течение двух дней боролись 14 команд. В субботу играли групповой турнир, в воскресенье – финальные встречи. Матчи проходили в формате 7 на 7 в два тайма по 7 минут. Гости отметили высокую организацию турнира. Я здесь довольно часто бываю. Сам город мне очень нравится. И организация турнира тоже на хорошем, высоком уровне. Нет каких-то задержек в организационных моментах, раздевалок и так далее. Все на хорошем, высоком уровне. И можно показывать. Все сделано для того, чтобы команды показывали хорошую, высокую, качественную игру на поле. На турнире были соблюдены и все санитарно-эпидемиологические меры. Самое главное, что мы делаем, мы проходим перед каждым мероприятием тестирование. Сюда привезли из Москвы и помогли тестированию. То есть те команды, которые не смогли протестироваться, как полагается, за 72 часа до начала мероприятия, всех протестировали здесь. Масочный режим навязываем, ну, соответственно, тренируемся. Тренируемся на поляне, в тренажерном зале, постоянно дезинфицируем руки. Ну, все, что в наших возможностях, то все делаем. Третье место заняли подмосковные спортсмены из школы Олимпийского резерва по игровым видам спорта. А в финале сошлись фаворит турнира «Нарвская застава» и «Липецк». Выявить победителя в основное время команды не смогли. Липчане на последних секундах сравняли счет в 19-19 и перевели игру в овертайм. Но в дополнительное время судьба была к ним не так благосклонна. Точку поставил Сергей Гресев, сделав питерскую команду победителем. 24-19. 12-летние мальчишки и девчонки в выходные выясняли отношения на татаме. В спорткомплексе «Невский» в Зубчининовке прошли соревнования под «Зюдо» на призы первой спортшколы Олимпийского резерва. Лучшие борцы поедут выступать на областное первенство. С претендентами на победу познакомился наш корреспондент. В семье Капко от «Зюдо» вид спорта номер один. Им занимаются все трое детей. Тихон самый младший. Но старшим сестрам не уступает. На его счету уже несколько медалей. Но турнир памяти Виктора Ольховского, бывшего руководителя городского департамента спорта, тоже приехал побеждать. Этот успех позволит ему не только подняться вверх по разрядной лестнице, но и поехать на областные соревнования. Я сначала первому мальчику сделал зацеп, а второму я подхват. Я готовился очень долго. Еще я хочу выиграть первое место, золотую медаль. Екатерина Ягич не робкого десятка. На татами выходит только побеждать. В свои 12 лет потеряла счет с золотым медалем. Да и как иначе, старшая сестра, тоже дзюдоистка. Приезжая домой с очередных тренировочных сборов или международных турниров, Анна делится с ней и с братом секретами мастерства. На сестру посмотрела, у нее очень много медалей. Она ездит по разным странам. Мне тоже так же захотелось побеждать всех. На мемориале памяти Виктора Ольховского на татами вышло выступать 80 юных спортсменов. Треть из них девочки. И все мечтают, когда вырастут, поехать на Олимпиаду, защищать спортивную честь России. Тренеры уверены, у многих это получится. Все дело в характере. Ведь в Самаре хватает борцовских залов и квалифицированных специалистов. Это одна из лучших школ дзюдо в стране. Сложно сравнивать вообще парней и девчонок, потому что есть такой еще момент, девочек меньше занимается, меньше конкуренция. Потому что, например, по-взрослым, если брать соревнования, то у мужчин бывает и 50, и 60 человек в весе, а у женщин, как правило, это 30, в два раза меньше. И поэтому сложно уже сравнивать. И можно только получать удовольствие и наслаждаться этим видом спорта. На турнире Ольховского были представлены борцы из спортивной школы Олимпийского резерва номер один, ЦСК ВВС, Олимпии и дзюдо 88. Лучшие спортсмены подъедут выступать на областное первенство, которое, возможно, состоится в конце года. С первого по третье место. И, конечно, уже там дети должны приехать с разрядом. Поэтому мы на таких соревнованиях даем возможность детям выполнить нормативы этого разряда. И потом они приезжают уже более подготовленно. И первое, третье место они уже могут бороться на областных соревнованиях. Через две недели на татаме этих соревнований выйдут бороться за призы и путевки на областное первенство десятилетние спортсмены. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи!